Парк Она одна в России Да Нельзя? Нет Нам что-то покажут, с нашу арену заняли В этом через неделю снимите, хорошо? Ладно, давайте, пока посмотрим секреты Сегодня опять нам слишком много людей Но нам по секрету К нам подошел управляющий Он посмотрел наши ролики Сказал, что вы молодцы Нам понравилось, как вы нас оценили И показал по секрету, что они сейчас будут делать Мы, к сожалению, вам не можем это официально рассказать. Он нам попросил не показывать и не рассказывать. Но будет очень круто. Да, но будет вот, получается, вторая зона открываться, которая сейчас закрыта. И там будет больше вот именно игр, электронной тематики, футбол, хоккей. Ну, блин, что-то я уже много рассказывал. Короче. Будет очень круто. Да, поэтому я думаю, что мы сейчас пока не будем ходить. Не, мы почему? Хочу в понедельник сходить с утра. Ну, может быть. Вот, а подождем потом уже и через месяц покажем вам, что здесь изменится. Да, еще раз, скайтрип это лучший 100% батутный центр в Перми на данный момент. Ну, наверное, если они будут так же развиваться, то никто их не перегонит. Опять не попрыгали? Не попрыгали, но ничего страшного. Да мы могли там попрыгать, просто мы любим, когда пустота. Мы любим, когда можно прямо с батута на батут туда-сюда прыгать. Нам еще дядька-то, который в батутной арене. Знаете, как я сказал? Что? Ладно, управляй. Рукой нас внутри. Да ладно? Да, у нас. Она сказала типа, отличный репортаж. Понимаете? То есть сейчас видеоблог для стареньких, это репортаж. Репортаж на сегодняшнем, дорогие друзья. Сегодняшний день начинается очень грустно, но зато вещь села, продолжим продолжиться. Вот такой вот репортаж на сегодня. С вами была Анастасия Бурдина и Павел Сурков, корреспонденты. Репортаж Паша, Настя, ФМ. Всем пока. ФМ? Ну, я это просто масло-масло. Причтю селяри, чтобы быть не такими стрёмными. Хотя бы чуточку. Кстати, загар маленько худит. Чтобы быть не такие жирные, да? Чтобы не казаться такими жирными. Ладно, позагораем сейчас маленько. Мама! Только еще пузико торчит. Это мы исправим. Я уже решил, все. Больше не жрем говно. Вот, ходим, загораем. Будем самыми красивыми, самой красивой парой. Все. Да? Ладно, то, что надо. Мама! 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 Спасибо! Я, конечно, поддаваться не буду, но есть моя заслуга, 3-0. Машка один сегодня игру сделал, остальная команда могла не выходить. Что трупик головной? Ну, ты сегодня неплохо сыграл два момента в начале, придумал сам и не забил. А я, говно, ну, бывает, бывает. А, Настюхе сейчас поедем, что там она делает. Встречай победителя, начальница. Выиграл 3-0. Молодец, сколько я все забил. Три гола забил. Ай, какая тебя-то вонючка такая. Невозможно стоять рядышком. Ты, кстати, покраснешься, я тоже. Да ладно. Да, я загорелая маленько. А вы знаете, да, вы, наверное, знаете, то, что я там говорил вам по поводу какого-то шоу, там, какое-то там, я ничего как-то назвал. Проект. Проект. Так круче. В общем, друзья, вы, наверняка, знаете, что у нас есть. Камера более-менее неплохая. У нас есть петличный микрофон, да, кстати, он где-то там. Вот. И у нас есть парочка интересных масок. Эту маску, я думаю, знают все. Я-то ее знаю, не по наслышке. Да, кстати. В общем, сейчас мы поедем на одно место, в котором мы вам кое-что покажем. Вот. И заодно я вам расскажу всю суть. Прямо сегодня и сейчас эксклюзивно для Паша Настя Лайв. Влог. Лучший влог в мире every day. Every day I'm sharp, блин. Здорово. Короче, мы решили потрашивать пока едем. Сейчас Настюха оденет маску. Плюс я знаю, где, скорее всего, должны стоять полк ДПС. Настя проедет и будет махать ручкой. Ручкой буду махать сейчас. Маска киллера-клоуна. Вот я просто помню, мы раньше с пацанами ездили на машине, и я одевал вот эту маску и ездил в ней. Мне было ужасно смешно, потому что все люди смотрели так, и просто там кто-то показывал палец вверх, кто-то еще что-то. Сейчас Настюха, давай, дерзай. Пара включена? Все включены? Да. Пары включены. О, они есть там, ДПС. Сдевай их из себя. Смотри, там стоят ДПС. Настя, показывай их, блин. Повыше камеру. Блин, они отвлеклись. Они заняты. Сука. Сейчас обратно поедем. Они за что нам влепят штрафы сегодня. За что нам влепить штраф? У нас нет штрафа в России за то, что пассажир едет в маске. Мне кажется, нет. Ты пристегнута, пристегнута, я пристегнута. Мы доехали до места, о котором мы хотели вам рассказать. Мне кажется, это одно из самых страшных мест в Перми. Точно. Да. Часто еще здесь есть люди, но это как бы даже и хорошо. Итак, смотрите. Вот это вот просто. Вот эти вот переходы. Прямо под мостом. Смотрите, вот эти вот светильники. Если Настя, ну-ка, одень маску. Просто как это будет выглядеть? Я всегда мечтал просто снять киллер-клона. Я у вас хотел бы сейчас спросить, а что если реально его снять вот в этих местах? Такая большая. В общем, в чем суть? Еще раз повторяю. Вот это вот место, мы сейчас пройдем еще дальше, но там, скорее всего, сейчас будут люди. Это место, в котором можно снять пранк или клоун. Только для того, чтобы его снять, необходимо сделать немножко больше, чем обычно. То есть тут нужно думать. Вот. Но место это приличное. Если хотите, мы снимем. Знаешь, не стыдно за тебя. Снимите, там народ все. Дура. Короче, в чем суть? Я с этой Васечкой. А там, кстати, страшнее. Да. В общем, смотрите, сейчас второе место вам покажем. И еще для того, чтобы раскрепоститься, мы хотим... Да, ага. Вот. В общем, это нас, братан. Короче, сейчас мы вам расскажем, что мы хотим для раскрепощения. Но вот это место, это вообще жуть. Что скажешь? Вот здесь вот из Ритка ходят люди. Нужно попозже сюда приехать. И мне кажется, будет это самый смак. Мы с днем это не сможем сделать. Короче, у меня сейчас есть друзья. Я киллер клоун, которому будет страшнее, чем люди просто. Да это и понятное дело не киллер клоун. Короче, да, у нас есть костюм полностью, кстати, не только маска. Вот. И это. Я думаю, что это стоит сделать именно в этом месте. Именно здесь снять. Ну скоро, да, совсем это будет? Ну, не знаю. Можно еще какие-то места придумать. Вы можете написать, какие места посоветовать в Перме. Вот. Единственное, что это будет без оружия, потому что за оружие нас могут прикрыть спокойно. Блин, а так мысль-то нормальная не донес. Сейчас договори, давай отсюда уйдем. Настя очкует, короче, не хочет нас здесь разговаривать. Хочет туда. Нормальное место. Фу, я какого-то пучу. Да? Что-то у меня прям близок ноги пошли. У тебя еще эти тапочки-то с дырочками. Так вот. Вот это вот место самое страшное, в котором мы бы хотели снять киллер клоуна, попробовать. У нас сейчас все для этого есть. Напишите, хотели бы вы это или нет. Вот. Ну и самое главное, для того, чтобы раскрепоститься, мы хотим завтра поснимать вместе с нашим петличным микрофоном, вместе с вашими комментариями видео. Вы прямо сейчас можете написать комментарий наподобие там, Настя, подойди к мужчине и скажи, привет, как тебе моя киска? Ну, давайте не так сильно. Ну, давай так, скажи что. Привет, как дела? В общем, вы можете предложить все что угодно. Мы попробуем взять хоть что-то и хоть что-то сделать. Допустим, я могу подойти к девушке какой-нибудь сказать, привет, как насчет секса? Нет, не в смысле как насчет секса, а в смысле я ваш комментарий прочитаю, как насчет секса. Понимаете? В общем, любые комментарии пишите, что подойти, что сказать людям и мы завтра будем пытаться раскрепощаться, делать это. Все в ваших руках. Я очень зажатый человек. Я могу только в этой маске ходить, чтобы я никто не узнал. Можно в этой маске подходить к людям и спрашивать, что значит секса? Что, друзья, как мне? Идет? Мне кажется, нормально. Он из тюка идет. Мегафотосессия, тест. У нас появились новые знакомые, фотограф, видеограф, которые семья, представляете? Это просто жесть. У нас, ладно, просто два дурака объединились, получились блогеры. А тут фотограф, видеограф. И что получается? Давид, ну-ка. Получается видеосудия. Прям полноценная уже, да? Да. Заканчивается наш день. Насте красненькие щечки. Она сегодня обгорела. Нет, я так всегда загораю. У меня всегда сначала красная, а потом уже нормально загораю. Мы сейчас будем смотреть полицейские срублевки. Кстати, кто смотрит неплохой сериал, кто не смотрит, посмотрите, в принципе. Да? Советуем даже. Вот. Всем вам спокойной ночи, счастья, здоровья, хорошего дня, приятного аппетита, пока. Пока-пока.